Житель Ленинского района города Саратова Иван Фёдорович спрашивает о перспективах и сроках строительства скоростного трамвая. Хороший вопрос. Спасибо большое, Иван Фёдорович, за этот вопрос. Скоростной трамвай – это очень важный проект на территории, в частности, областного центра. Он, напомню, у нас с вами соединит четыре трамвайных маршрута – это Тройка, Шестёрка, Восьмёрка и Девятка. Это порядка 20 километров трамвайных путей. По сути дела, речь идёт о строительстве лёгкого надземного метро. Следует отметить, что огромную поддержку в рамках реализации этого проекта оказал Вячеслав Викторович Володин, приезжая сюда в сентябре или в августе прошлого года с Мишустином, руководителем правительства Российской Федерации. На сегодняшний момент у Саратовской области открыты все направления, связанные с его реализацией. И задача региональной и муниципальной власти до 30 июня – сдать заявку Министерству экономики и развития Российской Федерации, которая сейчас формируется, готовится документы, пакеты необходимых документов. До 30 сентября и 30 августа завершить разработку проекта сметной документации по замене рельсового полотна, по замене тяговых подстанций. И задача в этом году уже начать цикл строительства, реконструкции существующих трамвайных направлений. Строительство в целом по проекту Организации строительства занимает 3 года. Поэтому, начиная в этом году, мы с вами будем в цикле строительства 2023, 2024, 2025 года. Постараемся, и задача сейчас перед правительством и Министерством транспорта стоит максимально нивелировать неудобства, которые будут возникать в процессе закрытия тех или иных маршрутов трамвайных, для того, чтобы люди могли беспрепятственно добираться до работы. Более того, рассматриваем технологии сейчас ночной замены рельсового покрытия, для того, чтобы максимально сократить сроки закрытия трамвайных маршрутов. Также нам предстоит начало этапа реконструкции путепровода на Стрелке в Саратове, потому что часть этого огромного проекта по реконструкции моста на Стрелке включает в себя и путепровод, по которому будет двигаться скоростной трамвай. На сегодняшний момент объем финансирования, про который идет речь в Федерации, на которую мы подаем заявку, составляет 11,2 миллиарда рублей. Поэтому все сейчас обстоятельства для решения этого вопроса есть. Задача стоит в этом году начать работы, и, как я уже сказал, цикл занимает трехгодичный. Поэтому будем делать. Проект очень важен для района, для Саратовской области. И, что самое главное, он изменит в целом транспортную модель города Саратова. Это позволит отказаться от ряда дублирующих маршрутов автобусных, что, в свою очередь, приведет к снижению пробок, что, в свою очередь, приведет к безопасности дорожного движения, потому что, несомненно, трамвай – это самый безопасный для передвижения пассажиров, собственно говоря, транспортный средств. И экологичный. И экологичный, совершенно верно. Вот заметила в соцсетях еще как раз-таки в продолжении этой темы много было вопросов. Вот как раз-таки опробки будут. Ленинский район густонаселенный. Все движется как раз-таки по проспекту 50-летия октября. И вот люди переживают. А смогут ли они вовремя добираться? Ну, что касается в целом транспортного движения на территории областного центра, на сегодняшний момент институтами разрабатывается и буквально до середины июля будет разработана под модель скоростного трамвая транспортная схема движения общественного транспорта на территории города Саратова. Поэтому, еще раз подчеркну, задача правительства и муниципальной власти максимально нивелировать неудобства для людей. Но, в целом, скоростной трамвай приведет к тому, что город откажется от ряда автобусных маршрутов. Потому что мы говорим не только о замене рельсового полотна, либо замене подвижного состава. Ведь речь идет еще и об увеличении подвижного состава. Трамваи должны ходить регулярно. Разница между их остановками и подъездами к остановке будет минимальная. Поэтому задача муниципальной власти и региональной власти будет заключаться в том, чтобы подвозить к остановкам трамвая население. А оттуда уже люди свободно, достаточно быстро, без пробок. Потому что трамваи фактически у нас не попадают в пробки. Кстати, здесь есть очень хорошая особенность у Саратова. Мы сохранили очень много выделенных линий трамвайных. В частности, вы знаете, что, например, 50 лет октября, там есть выделенная линия. Поэтому это, на наш взгляд, позволит полностью реорганизовать транспортную модель по движению общественного транспорта, что, в свою очередь, приведет к снижению пробок, в том числе на 50 лет октября. А в целом проблема в областном центре существует. Потому что не секрет, что особенно в центральной части у нас с вами достаточно узкие дороги. Количество автотранспорта увеличено. Сейчас практически в каждой семье есть автомобиль. Ну, одно из решений, в том числе и по снижению пробок, это снижение количества общественного транспорта без ухудшения качества доезда, точнее, своего улучшения и сокращением времени доезда до той или иной точки. Продолжение следует...